привет друзья это выживатор и сегодня я буду выживать в игре gtf и сегодня со мной будут играть лордос и рафирус привет парни игру предоставил издатель для обзора и как обычно мы будем делиться впечатлениями а в конце подведем итоги только нужно иметь ввиду что игра находится сейчас на стадии разработки и многое в ней будет изменено и еще нужно иметь ввиду что игра очень-очень хардкорная эта игра в духе скажем так left for dead killing floor но они по своей динамике очень сильно отличаются они очень сложные здесь тактика важнее чем пиу-пиу чем стрельба по стрелушке так далее тут не вывезешь чисто за счет ловкости ну это тоже конечно нужно помогает но все-таки это очень хардкорная игра поэтому не будем обещать вам что мы пройдем этот уровень сегодня но получим удовольствие в любом случае я надеюсь нажимаете и готовность и поехали лордос мы некие заключенные которые были отправлены на в какой-то какое-то здание как это назвать комплекс какой-то зараженной некими некими существами тут есть какая-то инфекция которая заражает мы не знаем еще ничего а лори этой игры у нас да но очевидно одно мы сюда попали не под доброй воле и мы для расход потери а потому что нам даже не дали толком снаряжение запас патронов у нас очень мал так давайте ка я просканирую тут чисто никого нет можно спокойно лутать пройдемся здесь так нашу шприц усиление усилением чего на удар что-то желтый да а ты не знаешь в описании не написано нигде было это он увеличивает до инфекции получается этот шприц там не было написано но он по-моему или читать он увеличивается от его понимаешь также как силка а красный тоже выдачу ясно наверху были да а я тут упала 10 рон тут у нас два контакта фонарика давайте выключим открываю вижу один ну давай попробуем их двоих вырубить сейчас подожди на счет три раз два три отлично их не обязательно одновременно главное чтобы другой не горел но не как бы начинают тогда замечаю что что-то не так и я проверял упадет на него то есть задение тогда да среагирует а если рядом упадет ничего не будет это поменяли так сейчас я проверю пока состояние трансляции а потом может быть тебе надо самому оценить может мы немножко про разное говорим так нашел пачку для пополнения триллей ошибся да хотел быстро сделать аптечка у меня еще глоустики есть там много контактов как обычно надо будет вырубать давайте может быть вот здесь поставим где-нибудь турельку на всякий случай если они сагрятся да надо вот так поставить под углом чтобы она их не видела идем кстати монстр реагирует на приседания она верчение головой ты чё мы уже можем не тихо поседать тихо не умеем да это считается что ты двигаешься так вон там слева а я возьму правого заходи на не так или лордос идем ты вот того бери ракерс ты очень рискуешь подожди пока ты не огреих пожалуйста здесь мы сейчас хотя бы этих двоих вырубим но он как светится опять что-то заметил смаз фонарики выключены да но мы далеко не бы не заметили да что ж такое то ё-моё уходим отходим чего они сагрились отходим блин я получила турельки отойдите за турели все кажется отлично смотри если противник начинает реагировать ты его быстрее убиваешь и тогда остальные не замечает если на них он не упал и они не мигали в этот период можно сбить ему этот сигнал то есть чтобы он их не допустил также если он мигает то в присед если ты идешь он отреагирует на это если они потухшие можно приседом спокойно ходить вокруг них ничего не будет так давайте строительство рафирус возьмешь свою турельку ланы он забрал у нас какие турели 523 нам сейчас права коридор на дыбовик 253 наверно до 253 на правый коридор посмотри нам сразу атаковать противников или мы сможем постараться аммм сможем по стелсу наверное нет как мне кажется поэтому давайте вот так по периметру поставим ну по краям фонарики выключили да готова я все больше матерей заглянем нет не должна вроде при таком нужен еще один вдвоем надо вырубать сразу их готов 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 забирай своего так сейчас подожди подожди а одного видишь еще и там сзади него еще один подожди подожди пока ну можно спокойно вырубать так справа видел еще одного вон там вообще много пока туда не пойду сверху есть так это другой сверху есть да один вон справа другой на 151 от другой на 285 я возьму а нет на 225 я возьму его на себя осторожно получилось но кажется уже агро все готовимся нет нет нормально отлично если они мимо не пробегаются вот этих вот реагирующих то ничего не будет получилось вырубить мне просто шли крикнуть не успел толком там много ребят осторожно процент лучше их отщипывать по чуть-чуть вот здесь вот трое он сейчас стоп 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 подождите пока не агрить не подходите ага четверо замираем я щас вот этого убью поблизости и потом можете там истина истина агритер в это в кучей стоят я даже не знаю сможете купить чтобы не задеть другого а еще оба не двигаться что им стыр в кучке стоят даже не знаю что можно их убить что то не заметил голову а еще оба гаят двое не все тысячи м может дать я оставлю оставшихся просто расстреляю очки 3 неплохо все равно не может пока мало дамага все мы еще не получали мне кажется постепенно учимся а так там был шкаф сайта садич контакт что ли ребят подождите что такое происходит нет у меня нормально нормально музыка как то есть мрачная пошла и отметил зеленым патронах я отметил патроны для так надо турельки будет переставить я думаю так чтобы они на дверь стреляли красный шпич не инфекцию не дал значит это видимо случайно красный линчилка тебя отравляет да 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 красный я вроде бы уж и было и от красных я замечал может быть и xiv call как только найдусь и увижу а нам что это забрать о 10 . и счет давай я возьму аптечку а вы возьмите патроны для турелика это все таки к вам больше ваша тема я считаю все мешков сбегаю а он не поедет в отчетах так а выживатора у тебя какой у меня аптечка и еще я нашел патроны ну патроны для ваших турелек обычный да пригодятся загрузить себе их там где-то там да загружает а второй я наверно пока оставлю на будущее а хотя не одновременно на себя применим применим себе так а сейчас у нас кстати разбирательстве будет да да нам же направо до 250 патронов для турели какого места есть а турели не вариант зарядить они заряжены не только не стреляют ну тогда пока пусть лежат где-нибудь потом заберем просто вы поставьте пожалуйста турели так чтобы они работали по двери как раз отстреляют доходим сейчас подожди я посмотрю чтобы он полностью дверь охватил да нормально вроде бы прям правый угол он плохо а мы как раз справа жаль пены нет у нас ну ладно да я потом в любом случае лучше бы еще одну турельку взял тоже вариант ну что готова сейчас будет тревога нажимаю не забывайте на зону выходить угу прорыв не вижу не вижу не не по бошкам по бошкам он чтобы не не атаковали отлично все у нас закрыто все открыли да ребят больше точек нет вроде бы отлично сука в твою твою павел 22 он потратил 12 патронов ой я к сожалению не вижу чат если там что-то пишут ли что-то эти циклы 8 патрон так от 70 так у нас еще был где-то пока лежал я уже подобрал я у тебя положил и себе отдал один тоже галлюкфа чё сурф там туда есть проверяет чат да смотрю чат пока вроде все нормально сейчас скажу да там есть там двигающийся эта тварь еще раз увидите сейчас увидите ну что открываем а спор справа на 105 контакт обычный но но рядом с ним сейчас эта тварь пока не идите прямо на близко сюда подходит может быть даже получится ее как-то вырубить 1 я не знаю уходит от нас пока давайте открываем открываем дверь желтый шпицы все у кого есть у меня есть контакт в общем справа на 105 осторожно тут там иногда ходит это красная ну пусть детектор а мы не видим ее хорошо тогда может это к лучшему также также вот здесь за стеной 315 контакт нам надо 252 значит нам туда не надо 253 да и не открывай так давайте посвятим может быть сети клоу стиками так очень плохо видно это терминал тут вообще уже тут только на золото надо какой ключ надо нкр а 02 суши а мы вообще не он это брали там же надо подойти к двери ребят да да я подойди позорил пошел в зону б 203 б вот как раз там куда нам где мы ставим и где вот эта тварь ходила опасно если это опасная тварь короче агрится она вызывает еще подкрепление которое с тыла еще заходит поэтому давайте знаете как сделаем нам поставим здесь что ли турельку наверно чтобы к нам стыла не зашли дверь мы закрыть к сожалению не можем турельки даже эту ну да за если зайдем типа сразу да может быть нет не закрывается тут впереди две цели можно будет вырубать их потихоньку но просто здесь уходит одна тварь сейчас ее здесь нет давайте а спокойно открываем фонарики только выключим я буду контролировать сейчас пока чисто уничтожьте пожалуйста ее так отлично там впереди еще одна я отмечу сейчас этого ходуна он далеко пока вона будет довольно быстро больше пока цели нет возле нее хорошо бы нам конечно ходуна наверное этого я не знаю либо полностью как-то проигнорировать либо его на прикончить первым делом не знаю как правильнее будет прикончить на она лучше бы меня смущает этот зеленый туман но зеленый туман 10 10 туман просто а здесь скорее всего просто где-то зеленая лампочка к туману жди отлично так спускаюсь тоже там впереди две цели из еще одного вижу да вот здесь в тумане двое вон там один слева а другой рядом с ним прям я даже не знаю осторожно прям рядом под тобой нам где-то да ты видишь нет это канал слева вижу наверху есть один слева а он сверху хорошо тогда и верхнего возьму а ты нижнего и поднимайся наверх потому что там скоро скорее всего отлично хоть сказали так сейчас кричат я эту тварь помечу вон она его прикончить как-то вот я не знаю ее наверно прикончить можно когда она еще вот этот дрянь не выпускает потом она начинает немножко так светиться и после этого если его время не вырубишь она агрит всю толпу щас подкрепление зовет короче вопрос а остались только эти двое сейчас скажу ну по детектору нет трое их вообще двое обычных трое слиперов и еще это тварь рядом с ними хоть но эта тварь иногда выход выходила вот туда ближе к нам поэтому лучше бы ее здесь подождать конечно возможно она придет она идет сюда уходи уходи рафирус она идет к нам сейчас как раз ее наверное прикончим она приближается она прямо к нам идет сможешь с ней расправиться и отошел наши пульсы выпустил я могу попробовать конечно молотком и жахнут но я не знаю может им с автоматом прикрывать бы лучше хорошо процент булку ларда сможешь прикрывать я буду контролировать детектором так и я тоже стреляю отчет не видели что что она светится идемте наверх поднимаетесь ребят сейчас со всех сторон просто набегут идут они там блин а вы стреляете вообще но пока здесь держим оборону наверху отлично что там этот дробовик вообще в пустую по моему холостую фигачит если там нет противников он бы не атаковал оба как она меня притащила что ли блин она меня сквозь либо я сквозь лестницу провалился либо она умеет как-то притаскивать все отлично ну чё у нас удары раферас тебе лечиться надо давай-ка я посмотрю у меня есть так а где ты стой где где ты або я вижу ну ладно и мы пока не умеем эту тварь убивать я надеюсь что ты его вырубишь ты видел что она засветил я начал стрелять и все равно не помогла она неудачно там она начала выпускать эти щупальца я тебя вылечил искусство старую чтоб тебя место освободилось хорошо готово ну ладно отбились нам повезло что тут был этот балкончик мы в нем засели отстреляем ну и турельки тоже вроде как помогли хоть как-то давайте я дверь закрою наверно там замок а я захотел закрыть его я решил не взламывать а то вдруг я сбужу закрыл кто нибудь чем нашел ключ я нашел только расплавливатель замков и все патрончик у кого-то есть патроны нет сверху все смотрю так как ключ должен быть здесь да а вот и через лестницу наверх кто-то смотрел нет там не был я я поднимусь наверх нашел ключ супер нет ничего кстати в таких зонах можно засесть то противник нападает да да вот мы прошлый раз не знаю ты же поднимался как раз тоже на втором этаже да были да 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 ну там с двух сторон подход тут и сам а ты свою тарелку подобрал все у тебя там потом было ну когда два две стороны тоже иногда бывает преимущество потому что и вторая сторона становится путем отхода если что но может и ну а не зачастую сразу два да тут в том и дело держать их на дистанции отстреливать по возможности спасибо было бы неплохо патрончик найти у меня осталось 8 выстрелов срывовика да о шкаф нашел еще угу и все больше ничего нету и турелька пипец куда патроны делись так я и не помню ну сейчас сражали же патроны возьми взял у кого еще мало патронов у меня 17 процентов ну у себя активируем не мне наверно я уже активирую у меня 0 было у тебя еще 41 процент а ну бери тогда себе у него первая рожа 15 у него первая рожа 15 у меня первая рожа 41 была нет у него 15 у меня 15 и 43 а стоит здесь bullet rifle 41 если на него смотрю ну давай 6 бери себе бери чё буду менять рукопаш а ну идемте кто то патроны еще нашел или это просто активировал он так среагировал так аптечка относительно передвиг а ты мою аптечку нашел да ну да которые там оставил но я ее съем одно может с собой забыть для тебя занят а чё с собой носить если она одна лучше в здоровье ну чё давайте активируем сейчас я посмотрю что там у нас у нас там три цели находятся на расстоянии друг от друга можно будет нормально вырубить их открываю 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 нет нам нужен ключ у кого там ключик давайте я левую возьму рафирус правого нет ларда с правого а рафирус наверное дальнего да ну или по ситуации как там пойдет как получится так левый где кто заходил все они активировались выходите оттуда рафирус выйди оттуда да там два их потому что стреляют не я просто не понял я думал я его убил он без головы у меня так ага им отсутствие головы не мешает на пол упал валялся так угу что там того блин а какой какой правый да он нас задетектировал или дальний не могу сказать на правый зарегировался я стоял просто ну а я прошу а ребят подождите пока не бегайте там рафирус осторожно я вижу какую-то цель давай я просканирую сначала ладно по такому-то все вроде бы поднялись там опять двери за дверью кто то есть там же дверь эмм так да вроде бы вроде бы все на это за дверь скорее всего патроны супер мне очень нужны где ты что там как раз себя лечить да можно было бы спасибо так у тебя сколько владаешь 17 патронов у меня на первом оружии 18 процентов у тебя сейчас сколько 2371 можете забрать себе отдал спасибо чего за это дверь сейчас пока не сканировал давайте посмотрим вещь может чуть найдем путная здесь вроде все но так пошел сканировать дверь там пока чисто никого не видно вообще ломаем так если что в начале комнаты стояла большой фонарь может он нам пригодится ну ну у меня есть так секундочку дайте просканировать справа детектор еще она 315 ну и рожа я попробую пройти сюда я попробую слушайте а а когда нет я подумал может быть нам дверь эту не открывать но тварь же все равно пробивает дверь в любом случае ладно тех трибинах да да давай открываем дверку а все изучили здесь 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 может чуть лежать смотри слушай да здесь шприц со здоровьем давай-ка я его сам пряму сразу же слышал близко монстр да он что за дверкой там же ватор может посмотреть да это за дверью таком кряхтят да там за стеной есть твари сейчас давайте я дверь эту закрою так наверху взломщик лежит про фонари не забывайте двое впереди меня так щас просканирую ну да двое а нам надо вообще на их агрик нет как ты их двоих то вырубишь давайте вдвоем может быть лордос помоги пожалуйста все хорошо контактов нет успех услышусь по-моему на платформе там впереди еще есть ребят вообще здесь твари много очень много осторожно будьте ладно так на 15 часов ну вернее на 15 вижу цель ага вижу минус впереди двое трое да четверо их тут вообще а а верхнего я возьму вы еще подо мной кажется есть кто-то и и а ну и и и и и и и да блин тварь попал по мне два раза не в тебя я попал нет это не меня но как раз ногу подставил монстр попал память бегающий он стреляет потом просто бегать бегать потом опять заряжается стрелять всего можно принципе так забить в отличие от этих ближних так тут опять эти палочки хоть эта релька на процентов так 40 17 патронов стоите еще одно хочу там блин патрон как сука тут охватит жаль что у нас нет ли она я муж они здесь две двери так что это бессмысленно я вот думаю может быть здесь поставить поближе дробовик вот здесь а подальше поставить ту рельку а с остальным мы разберемся как-нибудь сами что приходит другой стороны я все таки не дал патронов но рискованно конечно так кажется не дал патрон ведь отошел меня слышно да 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 я слышал есть конечно определенный риск если они с другой стороны пойдут то нам это не поможет ты не собираешься давать или нет я их с нечаянно себе заюзал кпс так ладно я ставлю сюда она дальше не станет назад здесь эти решетка не принимает интересно так ну получается что ждать будем надеяться что турельки большую часть оттуда уничтожат но еще придет к нам вот отсюда тоже народ вот снизу и надо будет готовиться и одна обоим потом требовика сейчас будет жестко с база оружие перезарядите есть у кого-то какие-то припасы как какими можно поделиться нет сомнения со здоровьем вроде все нормально а не у раферуса мало окей готовы у него не хватает сейчас давайте раскидаем палочки вот здесь еще внизу тоже стоит положить у тебя есть еще? вон туда так ай вот сюда наверх положи где я они отсюда будут походить тоже и наверное еще вон ту лестницу надо подсветить вот эту ну все если если у нас не получится то было приятно с вами работать справимся наверно все взломали что ли взломали дальше отбиваемся просто ребят нет вон слева пошли еще аааа вон пошли с а сейчас Что-то упал Нет, все живы пока Где там следующая цель Турелька хорошо работает вообще У нас тут подкрепление идет Ребят, мы все просканировали, нет? Брось да Ну отбились, отбились, обалдеть Похоже, ребят Угу У меня, блин, в основном оружие один патрон 12 патронов у Шаган Я пойду за сумочкой сбег Давай А что у нас есть сумочка? Ты имеешь в виду, это? Да, мешок Капсула Так, у меня полные патроны из автомата пропали Это куда и варик остался тоже Аналогично Это помогло, кстати, по-моему, еще что мы обе двери закрыли, они обе пробили Угу Слушайте, а если они пробили дверь, может быть там что-то есть за ней? Нет, там то же самое, там же проход просто в тот же самый коридор А нет, они даже не пробили эту дверь Нет, там две двери же подряд В комнате, в которой мы до этого были А-а-а, разве? Они там обе пробили, да М-м-м, тогда ок Классно Мешок тут я готов Угу Что там безопасно? Там безопасно пока Надеюсь, там есть патроны Иначе нам крашка Аптечка Так, мы внутри зоны 2255, да? Сейчас Контактов нет Тут чисто Ну все, лутаем здесь чисто полностью Так, у кого патрон вообще нет? Ну у меня только 24 от дробовика Патрона и птичка Вот, можно тап нажать и все увидишь в принципе У меня неплохо с дробовиком У Лардеса тоже с дробовиком отлично Так, раз Сам возьми себе и отдай Ага, спасибо И ладно, я с удал А себе не? Я на запас на состоял Я себе взял А, окей Так, что еще там? Вон еще Ага О, турельки заправить можно Да? Да, стой Ты где? Спасибо И одну мне Турели очень важно Прям Как турели поставишь, так и пройдешь Не поставишь никак не пройдешь Вот эта турелька заряжена? Она 50% Угу, 609 А то у нее ты заряда была Да? Да, я сейчас тоже не понял сначала Да, бывает такое Может у тебя две пачки было? Я видел такое Иногда, мне кажется, когда ты одну держишь Показывает как будто три Ну, когда одна у тебя уже есть Но это не точно Я просто тебя, наверное, раздыхаю И себе один раздыхаю Непонятно Тут нет ничего И непонятно Зачем мы сюда пришли Мы, наверное, пришли к цели, да? Давайте Смотрите Найти НКР Вот этот Внутри зоны 255 Это была зона 255? Это была 255 Это 255, да Точно Вот здесь НКР Ну, ищем, значит Что-то такое Даже непонятно Нет, это может быть Следующий Виш, следующий Адверь зона А Она может не обязательно здесь быть Дальше тоже идет 255 А, ну а где эта дверь зона? А, как ее, вернее, открыть? Непонятно Стоя на месте Тут какие-то терминалы, что ли? Ты кому говоришь? Тебе А то я знаю, что сделать А, понял, понял Ага Взорвется у нас? Давайте турельки поставим, ребят На всякий случай Еще одну надо Давайте подумаем Как А то дверь нельзя закрыть, да? А, нам еще А, это мешок Нужно Возвращаемся Возвращаемся К выходу, ребята Похоже, что надо Бежать отсюда Срочно С мешком? С мешком, да Мы типа зарядили Там, я не знаю Образец какой-то взяли Там контакты Отбиваемся Не забываем Турельки Может Поставьте турельки Уходим Уходим Кто там сзади остался Раферус остался Ага, понял А ну, сгинь Паршиво Справа еще Ноль хп, я упал Блин Турельки все-таки, наверное, надо было поставить Мешок нельзя быстро сбросить Так, один готов Я упал Я тоже Это один Ага, я один остался Я 20% здоровья Так, попробую его подтащить под Ой, да сколько их вам Их тут нахрен Турелька, конечно Неоптимально установилась Куда упало Когда быстро убежали Все Ага Ага Ну, это было близко, по крайней мере Да, с чем наши Так, но мешок у нас в конце Ее надо было как-то зарядить, да? И потом его надо было отнести Да, я так понимаю Мы какой-то образец, наверное, вирусы Может быть, эвакуировали Это странная штука Внутри потом была живая А, даже так? Ну, знаешь, наверное, турели надо установить Вот там, где они у нас стояли Их вообще трогать не надо В зону заходим Заряжаем Потом выходим И к этому моменту они подчистят их Чтобы мы прошли Как-то так надо Причем мешок должен нести выживатор Потому что раферус должен забрать турель На обратном пути Угу Ну че Давайте предлагаю Немножко поболтать Сделать небольшую паузу И поделиться впечатлениями Об этой игре Сейчас уже, наверное, можно сделать какие-то выводы Что вы думаете о ней? Аферус первый Первый? Мне, в принципе, игра по себе нравится Очень тяжело, интересно Надо обговаривать все это Чтобы знать, что куда поставить Надо играть в кооперативе Обдумывать свои решения Делить припасы А не просто брать и для себя юзать Мне интересна эта игра Но она очень тяжелая, считаю Если так вот играть Да, игра, которая требует командного взаимодействия И какого-то аккуратного А ты что думаешь, Лардес? Ну она действительно кооперативная Из-за того, что у нее не масштабируется Насколько мы знаем, сложность Она вот единая Если ты не будешь помогать Один человек, он просто не способен Всех положить, какой бы набор оружия Нельзя Тут оговорочка Я видел Как это, спидран В котором чувак бегал С этим молотком И Выносил направо и налево Этих монстров И вроде как действительно даже прошел Я там до конца не досмотрел Так что в принципе Можно и в одиночку Но ты должен быть каким-то таким Очень Наверное, надрочным человеком И Видимо, очень Все наизусть знать Что где Ну вероятность того, что здесь пройти можно Наверное, существует Но, скажем Когда говорят, что невозможно Это все-таки затрагит подавляющее большинство людей Подавляющее большинство людей не сможет пройти Все так не задумывается Поэтому Тут достаточно важно Понимать И мы этот момент не разбирали на момент запуска То, что каждое оружие обладает рядом характеристик Своеобразных То есть какое-то оружие на средне-дальней дистанции Какое-то только на средней дистанции У кого-то там запас патронов один Там Отдача Мы это как бы вообще За рамки вынесли То, что этого как бы не существует Хотя оно важно, наверное Как-то Я не могу сказать, правда Насколько его можно правильно адаптировать Под задачи Которые нам игра, скажем так, выдвигает У нее есть определенная Скажем так, проблема То, что она Ну это такая моя идея, скажем Что у нее Запросы к игроку Запросы к сложности Почему так сложно? Потому что Она очень сильно базируется На запросах Как будто это РПГ То есть ты обязан сделать вот это При том, что у тебя механика Она как бы шутерная Поэтому возникает некоторое такое расхождение Между тем, что тебе появляется шутерная механика При запросах РПГ А что это имеется в виду под РПГ? Ну, когда ты обязан попасть ровно в конкретную часть тела Конкретным оружием С конкретной дистанции То есть это прям очень похоже на РПГ механика Где ты обязан выполнить строго вот этот вот пункт И иначе ты промажешь Если ты не выполняешь его Значит ты проигрываешь Обычно это примерно вот так Ты обязан выполнить конкретную проверку Скажем так Здесь очень похоже на это Именно из-за этого сложность такая То есть как бы ты тут не прыгал Ты от них не убежишь Ты обязан им противостоять Ровно Главное выбрать позицию Именно от этого я предполагаю, что сложности вытекают По поводу взаимодействия между людьми Действительно она есть Она очень важна Единственное, что Тут с навигацией определенная проблема Даже когда, допустим, выживатор Говорит о том, что есть противник на 315 Надо понимать, что он говорит Относительно своей позиции на 315 Выше, ниже Определить человеку вообще невозможно Нереально надо видеть персонажа При том, что даже если вы откроете карту На карте невозможно поставить обозначение Вечное Можно только нарисовать А высоту мы там даже не говорим Этих высот в принципе нет По поводу, скажем так, стелс-прохождения Оно существует И есть механики, которые тебе позволят Ну, за исключением сирены Которая вот когда запускается В остальном можно пройти по стелсу Там есть определенные, скажем так Триггеры, которые активируют противников Если они там мигают Значит, надо вообще не шевелиться Ну, за исключением поворота головы Смена оружия Если они не мигают Ты можешь спокойно к ним подходить В присед Можешь подойти к ним Если ты идешь шагом к ним То где-то в радиусе примерно 10-12 шагов Они начинают мигать То есть тут есть определенное Четкое взаимодействие Тут на тебя никто просто так не нападает Нападает потому, что Ты их, скажем так, спровоцировал В этом есть определенный интерес Близкие игры, которые похожи Вот на это Я бы привел как раз-таки Возможно Тактические игры Что-то вроде Командос Или вот недавнего Деспирадос Когда ты Если ты побежишь на них напрямую Ты, конечно, может быть Одну группу завалишь Но приходящая толпа Она тебя просто вынесет Поэтому большую часть Тебе необходимо Выполнять именно по стелсу Вот Но стелс здесь, конечно, послабее Потому что ты не можешь отвлечь противника Ты не можешь его куда-то переместить Куда ты хотел бы И в этом, мне кажется, есть определенный недостаток В игры Малое взаимодействие с миром Как вам графика Этот мрачный стиль Я считаю, что он и подходит Этой игре Что этот мрачный стиль Угнетает немножко атмосферу Во время игры И нехватку патронов Мне напоминает Визуальный стиль Первый чужой И второй чужой Ну и может быть Ну да, первую То есть туман Вот темнота Этот моушн трекер Который у меня, например Вот прям Такое немножко олдскульное Еще даже есть какая-то зернистость Которая как-то делает эту картинку Еще нам может быть более похожа А на какую игру похожа На ваш взгляд? Похоже визуально? А механики? Ну я уже привел пример Несмотря на то, что Достаточно сильно они отличаются Но в общем-то Это такой стелс При шутерной механике Вот тот же Словно Desperados или Commandos Ты там можешь стрелять И в принципе При определенном этапе Ты можешь пройти Но если мы сложно повышаем На максимальную Или близкую к максимальной Пройти Ну наверное нереально Нереально И тебя просто задавливают Тебе говорят о том Что ты должен пройти Этот уровень умнее Но единственное Что там Механика сохранения загрузок Она как бы это норма Здесь такого нет Ну потому что Здесь она Скажем так Попроще в этом плане Поэтому я бы назвал Это именно тактически Ближе К тактическим играм Она и позиционируется так В общем-то Да Я бы вот сравнил Я бы объединил Для того чтобы описать эту игру Left 4 Dead Killing Floor И какой-нибудь Commandos Вот что-то вроде Сейчас мне пришло в голову И по виду И по предыдущему проекту Компании Ну она другая была SWAT Была такая игра Когда мы тебя выкидывали На какую-то зону Где у тебя была конкретная задача Там правда проговаривалось Что тебе необходимо сделать Откинем Эпизоды с тем Что там надо заложников Спасать и прочее А вот механика того Что тебе важно оружие Какое это оружие Как противники где стоят Как они там расположены Куда они смотрят Включать там фонарики Не включать фонарики Необходимо выполнить задачу Вот с условной экипировкой Да-да Несмотря на то Какой это противник То есть надо к нему подходить Не надо к нему подходить То есть вот оно Примерно ближе всего К этому проекту Я думаю Ну и я подведу итоги Что я думаю Об этой игре Игру я ждал Следил за Ее судьбой Еще до выхода В ранний доступ Очень хотел В нее поиграть И Все что я В принципе От игры ожидал Я получил Но я тогда Думал что Экшен будет Скажем так Экшен будет Не настолько Жесткий Ну я думаю Это будет что-то Вроде Left 4 Dead Но игра Все-таки Очень сильно Наказывает За сражение Тут вообще На самом деле Очень много Различных факторов Вот эти Заражения Это да Которые Попреждают Здоровье Туман По которому Нельзя Ходить Есть очень много Различных условий Которые Еще более Усложняют Игру И к сожалению Игра Как мне кажется Втроем Ну Вообще Очень сложная Вдвоем Еще сложнее В нее надо Играть Вчетвером И даже Вчетвером Будет довольно Таки сложно Потому что Здесь по-моему Никак не адаптируется Игра К Количеству игроков Вот И Мне бы хотелось Чтобы был режим Какой-нибудь В котором Можно было играть Чуть-чуть Более Казуально Ну Какой-то Облегченный Вариант Пусть там будет Больше патронов Больше лечения И Для Ну Может быть Таким При таком подходе Игра Была бы Более популярна И Привлекла бы Тех людей Которые Для которых Вот этот Хардкор Уровня Таркова Наверное Escape from Tark Был бы Ну Отталкивающим Тогда Может быть Игра Была Могла бы Даже Стать Может быть Хитом Кто знает А вообще А пока Это Чисто Нишевый Продукт Который Подходит Для Слаженных Команд Которые Любят Вот Позаморачиваться Не для тех Кто Там Хочет Бегать И стрелять Во все Что движется И Втаскивать Всему На свете А для тех Которые Именно Ценят Тактическое Взаимодействие То есть Уже Сильное Сокращение Плюс Обязательно Должно Быть Четыре Друга Потому что Здесь нельзя С рандомами Играть Только Твоя Команда И Это Тоже Ограничение В общем Авторы Немножко Своими Геймдизайнерскими Решениями Которые Во многом Правильные По идее Ограничили Свою Аудиторию Но Лично Мне Игра Очень Понравилась Просто Нам Нужно Я считаю Чуть Прокачаться В понимании Того Как Монстры Себя Ведут Как Их Уничтожать Как Вообще Взаимодействовать С окружающей Средой Чего Бояться И так Далее Пока Мы Методом Тыка Методом Какого-то Путя Путя Пропы Ошибок Разбираемся И вот Уже Прошли На шаг Дальше Чем До этого Могли Чувствуется Что Нам Конечно Может Быть Если Б Нас Было Четверо Может Быть Мы Мы Бы Отстрелялись Там На самом Деле Можно Я Добавку Сделаю Я Привел Пример Командос И Деспирадос Но Это Я Просто Подзабыл Серию Игру И Сват Назвал Была Такая серия Игры Называлась Rainbow Six Это Тактические Шутеры Есть Еще По-моему Серию Гост Реком Это Все Тактические Шутеры Именно Там Идет Команда Которая Высаживается На Какую-то Локацию И Вот Они В Процессе Ее Прохождения Встречаются С разного Рода Противниками Но Только С Людьми Они По-разному Вооружены Их Нельзя Поднимать Тревогу Там Скажем Наверное Пожестче Чем Здесь Потому Что Здесь Одну Комната Зачистил И Другая Комната Она Никак Не Реагирует Пока Ты Не Откроешь По-моему Там Все Реагируют Надо Именно Очень Аккуратно Проходить Так что Rainbow Six Это Гораздо Ближе Чем Я Назовал Только В другом Сеттинге Люди Против Террористов Да Может Быть Что Спасибо За Просмотр Ставьте Лайк Подписывайтесь На Канал Завините В Колокольчик И До Встречи В Убежище На Моем Канале Пишите Что Вы Думаете Об Этой Игре Тоже Пока